10 декабря состоялся онлайн-диалог по вопросу распространения ковид-инфекции на территории Десногорска. Спикерами выступили сотрудники администрации города, концерна Росэнергоатом, представители медицинских учреждений. Онлайн-встреча стала открытым диалогом между представителями местных средств массовой информации и органами власти, а также руководством МСЧС-135. Задавался широкий круг вопросов с целью откровенного обсуждения проблематики коронавируса. Это было вызвано в том числе ухудшением эпидобстановки в Десногорске с приходом второй волны инфекции. Тем не менее, мы работаем в штатном режиме, все наши предприятия работают в штатном режиме, как и учреждения. Мы уже понимаем, как бороться с этим заболеванием, какие меры безопасности необходимо соблюдать. В штатном режиме работает и Смоленская АЭС. На градообразующем предприятии были успешно реализованы все распоряжения концерна Росэнергоатом, госкорпорации Росатом и Роспотребнадзора по профилактике распространения инфекции. Сохраняется режим изоляции критически важных работников, который непосредственно обеспечивает безопасную эксплуатацию энергоплоков на базе санатория, профилактория Лесная Поляна. Часть сотрудников атомной станции переведены на дистанционный режим работы. Ежедневно у нас проводятся проверки соблюдения мер безопасности и санитарного режима в автотранспорте, в офисных и производственных помещениях. Методы работы изменили в том числе и в медико-санитарной части города. Так, за летний период медицинскому учреждению удалось подготовить материальную базу для работы с больными ковидом. Это средства индивидуальной защиты и медикаменты. Увеличено количество коек в ковидном госпитале. При поддержке администрации города и местных предприятий больнице дополнительно выделено 4 автомобиля, а также холодильное оборудование для хранения лекарств. В ближайших планах – приобретение аппарата компьютерной томографии легких в рамках модернизации МСЧ-135. Эта техника является одним из признанных способов диагностики новой коронавирусной инфекции. Финансирование предусмотрено уже на следующий год. Поэтому, как мы получаем средства, то начинаем программу процедуры закупки, поскольку помещение для компьютерного томографа у нас есть. По поручению губернатора области Алексея Островского, с прошлой недели в регионе идет выдача лекарств для амбулаторного лечения коронавируса. Препараты включают в себя 14 наименований. Медсанчасть Десногорска выделено 1149 упаковок лекарств. На 10 декабря ими обеспечены 85 пациентов с уже подтвержденным ковидом или с подозрением на эту болезнь. Доктор, посмотрев пациента, выписывает ему необходимый лекарственный препарат, если он нуждается в лекарственной терапии. И в течение суток пациент должен быть обеспечен лекарственным надамом без посещения медицинской организации и без посещения аптеки. Доставку лекарства до пациента осуществляют члены волонтерского штаба Десногорска. Они же временно пополнили штат сотрудников медсанчасти. Сегодня в регистратуру учреждения поступает около 150 звонков ежедневно. Поэтому помощь добровольцев там особенно нужна. Весь имеющийся персонал больницы задействован в работе с пациентами. Штат распределен между отделениями, в том числе круглосуточно работает в ковидном госпитале. Часть врачей обслуживает пациентов амбулаторно. На просьбу МСЧ в пополнении штата сотрудников откликнулся Смоленский государственный медицинский университет. Достаточно быстро университет в лице ректора отреагировал. Сейчас у нас работает пять клинических ординаторов, два клинических ординатора. Это врачи, анестезиологи, реаниматологи работают в ковидном госпитале и три врача-терапевта. При этом даже в такой непростой для всех обстановке начальник Десногорской медсанчасти просит не игнорировать симптомы заболевания. Даже если на первый взгляд это обычные признаки ОРВИ. Ну а в целом дальнейшая динамика распространения ковида зависит от общей дисциплины горожан. Участники онлайн-встречи будут и дальше находиться в контакте по вопросу эпидемиологической ситуации в Десногорске, а также обсуждать возможности применения отдельных успешных практик других атомных городов.